День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Программа «Подоплёка» по средам с 10 утра. На радио Болтком. Подоплёка. Да, доброе утро, но так получается, что вторую неделю подряд вместо Люси Прибыльской «Подоплёку» веду я, Александр Шунин, нахожусь в студии «Болтком». Доброе утро, мы продолжаем вещание нашей замечательной радиостанции. Итак, сегодня у нас в гостях Эдвардс Кушнер, советник Банка Латвии по вопросам долгосрочной политики. Господин Кушнерс, доброе утро. Доброе утро. А Эдвардс в середине сентября выпустил аналитическую статью, которая называется «Безголовая курица самая быстрая». И в ней господин Кушнер раскритиковал энергетическую политику Латвии как близорукую и социально безответственную, перекладывающую тяготы зелёных инициатив на плечи нас, простых жителей. И в свою очередь депутат Европарламента Роберт Зиле тоже в своей недавней статье вообще предрёг энергетическую нищету для половины жителей страны при реализации зелёного курса ЕС. Ну и, в принципе, новостные порталы, конечно, прежде всего наш, Микс Ньюс, постоянно сообщают о том, что, да, дорожает всё, и отопление, и электричество, и так далее. Об этом, о экономике и экологии сегодня хотелось бы поговорить. Итак, господин Кушнер, развернувшийся в данное время энергетический кризис, многие связывают с чрезмерным увлечением зелёной энергии. В этом году как раз она показала себя не самой сильной стороны, ветряки не крутились, солнечные батареи тоже не вырабатывали планируемое, требуемое количество энергии. И, в целом, оказалось, что в Европе уже сейчас не хватает базовых мощностей для замещения дефицита энергии. Вся эта ситуация, на ваш взгляд, вызовет ли переоценку зелёного курса? Если да, то какой эта переоценка может быть? Ну, во-первых, надо сказать, что зелёный курс, если мы говорим именно о зелёном курсе Европейского Союза, то довольно недавний курс, всего пару лет, и базовые мощности, с которыми сейчас проблемы, они построены гораздо раньше. Но если мы говорим о устойчивом развитии и процессе устойчивой политики в мире, то да, конечно, этот энергетический кризис косвенно и связан с этими ситуациями, потому что, например, жиженый газ, который кораблям поставлялся в Европейский Союз, сейчас полностью уходит в Северо-Восточную Азию, потому что там сильно выросло потребление этого газа именно с уменьшением потребления угля. Это можно считать тоже зелёным курсом, частью мировой зелёного курса. Ну и Европа от этого тоже получила часть этой проблемы. Но, конечно, там целый клубок разных причин, в том числе и остановка базовых мощностей атомных станций в Швеции, где это совсем не связано с зелёным курсом, а просто, можно сказать, даже ошибка энергетической политики. Поэтому я думаю, что, имея в виду, что это не локальная, а всё-таки сейчас процесс мирового масштаба, то да, некоторые проблемы в энергетическом отрасли с этим связаны будут, но это не значит, что это ошибка. Это скорее проблемы роста и некоторые ошибки в хорошей планировке. Именно вопрос долгосрочной устойчивой политики – это была основная цель моего аналитического вторжения, так сказать, в массовые информационные средства. Потому что я не считаю, что сам по себе курс «Проблема – проблема», если этот курс реализовать или бестолково, или вообще без ясного визии, как это делать. То есть вектор, на Ваш взгляд, правильный. То, что сейчас происходит, это, как Вы выразились, ошибка роста. Просто необходимы определённые коррективы, но всё равно нужно продолжать двигаться именно в этом направлении, а не в ином-другом. Да, но это не значит, что только веки и солнечные станции. А что ещё? Ну, я думаю, что надо смотреть более… Вот именно ветряки и солнечные станции – это не стабильная поставка электроэнергии, поэтому необходимы мощности для балансировки. А для балансировки нужны мощности, которые можно быстро запускать и быстро останавливать. Поэтому, например, атомные станции совершенно непригодны для балансировки такого типа электроэнергии, но это хорошо можно делать с помощью, например, ГЭСов. Или с помощью более зелёных термостанций, или с помощью сохранения энергии в виде, например, или аккумуляции, или водорода, или так далее. Поэтому просто поставить ветряк или солнечную станцию и считать, что Вы решили проблему – это безоруко. Уж коли Вы упомянули эти виды энергии, то давайте продолжим именно с этого места. Как Вы в таком случае оцениваете перспективу строительства в Прибалтике атомных электростанций? Или, скорее, нам необходимо политическое решение закупать избыточную энергию на белорусской или, возможно, калининградской АЭС? Там цена за мегаватт 20 евро против наших почти 300 евро. Для политического решения нужны политические условия. Я сейчас не вижу таких условий с нашими восточными партнёрами. Но при Балтике это уже вопрос времени, потому что те же эстонцы уже объявили, что они планируют установку атомной электростанции малой мощности. Поэтому я считаю, что это решение в основном зависит от отношения людей к такой виду энергии. В Латвии это довольно было негативное отношение. Поэтому я думаю, это основная проблема, почему этот проект и не продолжил. Но, как я уже упомянул, атомные станции дают базовую мощность. И так же, как в Игнолине, там надо было просто ночью загонять воду в водохранилище, чтобы как-то использовать электричество. Поэтому это должна быть комплекс разных видов инверирующих мощностей, которые создают региональную стабильную энергоснабжение. Пока этого комплекса ещё нет. Но мы можем, конечно, сделать ссылку на технический прогресс, потому что если будут в будущем те же станции ядерного расщепления, но это будет уже гораздо дешевле и гораздо стабильнее технологии, я думаю. Но это вопрос где-то 30 лет. Поэтому нам в любом случае надо заполнить этот промежуток. Я не считаю атомную энергию совершенно вычеркиваемым элементом. Хорошо, по вашим словам, приблизительно 30 лет у нас есть впереди. Есть ли смысл за это время, пока атомная технология развивается, заниматься, например, развитием ветроэнергетикой? У нас дует ветер, можем его использовать. Или вернуться к идее строительства даугавпилской ГЭС, екопилской ГЭС? Оба решения недостаточны. Во-первых, для ветра, как я уже упомянул, надо обязательно балансирующие мощности. Ветер то дует, то не дует. По отношению к Солнцу, это гораздо лучше технологии. Например, мы в банке Латвии уже ставим вторую серию солнечных батарей. Первая серия показала себя отлично. По оценкам и по факту у нас различие 99,8%. Значит, это совершенно в наших условиях хорошо прогнозируемая энергетика. Но, конечно, с дневным циклом. Что относится к ГЭСу, то это, во-первых, всё-таки довольно неприятные экологические последствия. Это прекрасный зелёный регион нашей страны, который придётся затопить. Второе, надо понимать, что у нас половина загрязнения моря – это от Белоруссии и России воды, которые приносят Далгова. Далгова не очищается именно из-за того, что это каскад ГЭСов, это каскад стоящей воды. Если бы Далгова была такая, как раньше, довольно с низким уровнем воды и порожистая, эта вода была бы очищенная, уже достигая моря. Поэтому мы получаем довольно неприятные экологические последствия и получаем энергию, которая тоже нестабильна. Она зависит от уровня осадков. Латвийская уже система ГЭСов, она работает, как сказать, в неравномерном распределении. В течение года мы продаём энергию, когда у нас много воды, и нам не хватает воды, когда энергию надо, а в середине лета, например. Поэтому мы не можем полностью полагаться на ГЭС в этих условиях, какие у нас реки, какой у нас климат. Если были бы горы, там большие ледники, всё время идёт вода, это было бы по-другому. Это как в Норвегии, например. Говоря о различных источниках энергии, и опять же, вспоминая тот самый зелёный курс и эко-направленность, в вашей же статье вы обратили внимание, что участники Climate Action 100+, то есть крупнейший мировой бизнес, который контролирует более половины его активов, в принципе, открыто заявили, что зелёная повестка интересует их не с точки зрения гуманизма или даже экологии, а с точки зрения сохранения влияния и прибыли. И получается, что существующая экономическая модель больше не жизненно способна, необходимо новая. Какой она может быть? Во-первых, это было бы странно, если бизнес думал бы не о деньгах. И это, скорее всего, я бы сказал, очень позитивный момент, почему я об этом упомянул, что, наконец-то, и большой бизнес понял, что вот та модель экономики, которая сейчас фактически довела до точки мировые ресурсы и климатические, и другие ресурсы, что надо менять, если бизнес хочет продолжать нормально работать без серьёзных убытков. Потому что если мы смотрим на тот же, например, зелёный курс Центрального банка, то тоже климатические изменения, уменьшение биоразнообразности, оно определяется как потенциальный экономический риск. Ну, это так, как мир видит бизнес, это нормальная точка зрения. То, что мы говорим, вот это изменение, что вы спрашивали, то это мы говорим о изменении от линейной экономики, экономика замкнутого цикла. Значит, экономика, которая не берёт огромные ресурсы из природы, где их уже не хватает, и создаёт объём отбросов мусора. Но когда мы более аккуратно относимся к ресурсам, меньше порождаем газов, больше переработки, меньше отходов, более долгосрочные качественные продукты и продукты частичного заменения. И тоже это экономика, которую мы уже, естественно, видим сейчас в Латвии, когда мы покупку продукта заменяем потреблением сервиса, как, например, шаринг машины и те же электрические аппаратики, на которых я... Ну, средства передвижения, да, гироскутеры, электросамокаты. Нет, это другое мышление, фактически, это другой тип экономики, когда ты не покупаешь себе что-то, берёшь только сколько тебе надо и отдаёшь обратно другим на пользование. Поэтому это есть модель, это не вопрос марксизма против капитализма, это вопрос того, как внутри экономики циркулируют ресурсы. И это действительно новая модель, это мышление, которое постепенно входит в мировую практику. Я думаю, в течение 30 лет мы увидим очень большие и очень интересные изменения. Вашу цепочку можно продолжить той же самой энергоэффективностью домов. Однако программа энергоэффективности стоит, если можно так выразиться, 19 миллиардов евро. Совершенно очевидно, что Евросоюз нам всю сумму эту не выдаст. Соответственно, нужно искать внутренние источники. Где наше латвийское государство может найти эти деньги для снижения энергозатрат в жилом секторе? Во-первых, мы боремся с проблемой, которая уже накоплена в течение как минимум 30 лет, если не больше. И это всё началось с приватизации советского жилого фонда, когда люди получили в собственность дома и, по-моему, даже долго и до сих пор многие не поняли, что они являются собственниками этих домов. Это не дом управ, которым надо идти и что-то просить. Дом управ только занимается, как бы сказать, управлением вашей собственности. И люди теряют огромные деньги просто грея воздух, живя вот в железобетонных коробках уже 30 лет и не считая необходимым считать сами свои деньги. Потому что это частная собственность. Большая часть фонда – это не проблема Европейского Союза или государства. Но это, во-первых, проблема самых людей, сколько они выбрасывают своих денег, и особенно, например, те же пенсионеры, просто грея то, что не надо греть. Если мы смотрим на реновации зданий, то это даёт как минимум 50% качественной реновации, 50% экономии. А если мы уже говорим о вопросах, где найти деньги, то, как я уже упомянул, во-первых, это вопрос для самых людей, берут ли они в долг или просят какой-то другой помощи. Но есть и фирмы, и те же эскол-компании, которые за свои деньги делают реновации, заключают долгосрочные договора, когда люди продолжают платить старые счета, и за счёт этой разницы, которую получает компания, утепляя дома, они полностью покрывают свои расходы, которые они из своих денег делают, и потом через 20 лет, например, это всё переходит уже людям, продолжая всё стоять и действовать, это капитальные вложения, это же не какое-то там краткосрочное, что потом попадает и пропадает. Поэтому моделей есть несколько. То, что мы не умеем их использовать, то, что те же эскол-предприятия в Латвии, они делают десятки домов, но это очень-очень мало по сравнению с тысячами домов, которые надо. Они просят создать, так сказать, в одном слове, экосистему для развития таких предприятий, и им нужны и специальные финансовые схемы, которые не требуют бюджетных денег. Но это, можно сказать, административно-юридические и финансовые решения, которые не создают убытки для государства. Но если государство это не очень интересно, тогда возникают такие вопросы, кто кому подарит сколько денег. Поэтому решения, они есть, они возможны, во всем мире этим занимаются. Просто если посмотреть на одну цифру и сказать, что очень много миллиардов, ну, тогда вопрос другой, ну, сколько вы хотите своих денег выбрасывать каждый месяц, платя по счетам без логики, без нужды. Я совершенно согласен с вашими рассуждениями, с вашей логикой. Да, есть, ну, кто-то ленится, кто-то боится. Может быть, масса причин, одна из которых – неплатежеспособность. И с готовностью, да, прекратить отапливать улицу, что называется, но вот нет у человека доходов в этого все вложиться. Более того, сейчас с ростом счетов тех же самых коммунальных, и отопление, электроэнергия. Вся эта углеродная нейтральность и вся эта эко-красота очень дорого обходится, и это бремя слишком тяжело для социально незащищенных слоев общества, которые уже сейчас столкнулись с этими повышенными счетами за энергию и субсидий малоимущим. В долгосрочной перспективе проблемы тоже не решат, потому что они только разгонят инфляцию. Каким образом, я не знаю, может быть за счет государственного регулирования этой сферы, не знаю, национализации энергетических предприятий или какие-то централизованные закупки энергии, это могло бы частично хотя бы помочь исправить эту ситуацию, улучшить ее? Ну, у нас как раз очень большое государственное энергетическое предприятие, которое фактически у нас в доминирующем положении. Мы на втором месте в Европейском Союзе с таким огромным энергетическим монстром, поэтому я не думаю, что приватизация — это решение. Но то, что вы упомянули, вы сказали интересным образом, что это как бы, так сказать, расточительная идея зеленого курса. Зеленый курс, он по своей идее именно пытается уменьшить убытки в будущем, которые даже, ну, много калькуляций, что если мы оставим все как есть, то убытки будут просто грандиозными. Поэтому вопрос в некотором смысле это как бы чинить зубы сегодня или вырывать зуб после трех дней. Это не такой уж простой вопрос, чтобы сказать, что если что-то дорого сегодня, значит, это просто проблема. Проблема будет тогда, когда люди будут даже, я извиняюсь, но умирать от сердечных болезней летом из-за жаркого лета в тех же железнобетонных коробках. Когда мы будем говорить не о том, что энергия, которая нужна для согревания зимой, а для остужения летом, когда те же кондиционеры не будут денег покупать. Поэтому это все-таки более комплексный вопрос. А вот по тому вопросу, что дело с малоимущими, во-первых, они уже сейчас получают помощь от самоуправления, и это тоже общие деньги. Это тоже общие деньги, которые уходят на согревание воздуха. И то, что 30 лет людям не объяснение, что значит вот эта собственность, которую они получили, и что это не просто один или два части дома, но они являются собственниками всей территории и всего дома, и крыши, и погреба. И что только в последние годы более-менее создана юридическая схема, как решать вопросы общей собственности, то это просто потерянное время и потерянные деньги. И диалог между самоуправлением, государством, кооперативами, собственниками – это именно процесс, когда каждая сторона получает и информацию, и знания, и более, я бы сказал, доверие, и доверие к тем же финансовым институциям, к тем же финансовым инструментам. Поэтому очень часто люди даже не понимают, что они даже за те деньги, которые не тратят на всё растущие расходы на теплоэнергию, они могут и получить уже результат, уже тёплый дом. Потому что даже не знают этой математики. Это вопрос образования, где мы не можем сказать, что это только проблема людей. Это тоже общая проблема, и где государство имеет своё влияние. Вне всяких сомнений, конечно. Перекладывать только на плечи жильцов это было бы слишком просто, но тоже недальновидно. Возвращаясь к вашей статье, напомню, мы беседуем с Эдвардсом Кушнерсом, советником Банка Латвии по вопросам долгосрочной политики. В статье, от которой мы отталкиваемся в нашей сегодняшней беседе, вы сравнили Латвию с курицей, которая по инерции носится по двору с отрубленной головой, и эта параллель возникла из-за того, что вы не видите у государства долгосрочной и последовательной политики в энергетическом секторе. И то, что ранее прозвучало, вот это недостаточное, может быть, образование и объяснение, возможно, является одной из недоработок, одной из ошибок. Какие ещё, возможно, ошибки, на ваш взгляд, были допущены со стороны государства, и есть ли ещё время, возможность их исправить? Ну, во-первых, это моя метафора была по общей политике устойчивого развития, энергетика — это была часть тех примеров, которые я приводил. Но самое главное — это сейчас понять, что всё-таки процесс, который идёт в мире, это не связано с какой-то странностью или какой-то придурковатостью одного или другого политика, но это всё-таки необходимость. Наконец, нашу цивилизацию поставить на более равномерное развитие и подумать тоже о наших детях, о следующих поколениях, какой мир мы им оставляем, сколько ресурсов, какой климатический ресурс будет в будущем. Потому что планета сама никуда не исчезнет. А для нашей цивилизации, для того, как мы привыкли жить, у нас огромный риск сейчас мировой. Если мы смотрим даже на изменения, только что был интересный такой прогноз, что если ничего не делать, то примерно 3 миллиарда людей будут жить при средней температуре выше 29 градусов. Мы где-то в районе 10 градусов живём, средняя температура. Это выше предела, которая считается для человека нормальной. Если 3 миллиарда, и это основная реальная часть, и это центральная Африка, это Индия, это Индонезия, они двинутся на север. Они же не будут там оставаться, умирять просто. Это огромные последствия для северной части полушарии, для Европейского Союза, как мы прекрасно понимаем. Поэтому этот процесс, он не является каким-то странной идеей, но это идея устойчивого развития, появления долгосрочной устойчивости. Но так как эти проблемы, они очень масштабные, и мы говорим о процессе нескольких десятков лет, не так, чтобы люди иногда смотрят, зелёные говорят, ужас, это что, на следующий год? Нет, это на 10, на 20, на 30 лет. Это не так уж страшно. Но если всё откладывают, если всё время заниматься только вчерашними проблемами, как очень часто мы это видим, то приближаясь к этим датам, когда уже надо будет что-то, ну, как сказать, показывать какие-то результаты, когда это может повлиять, например, на способность нашим продуктам, нашей промышленности попадать на мировой рынок, что нам очень необходимо, потому что экологический демпинг, те, которые будут свои домашние работы сделать, они не хватит это с стороны других стран, то мой тезис, это, во-первых, проблемы такого масштаба надо решать своевременно. У нас нет столько свободных денег, чтобы всё откладывать на последний момент. Второе, это надо думать о людях, потому что малоимущие, потому что тот же валютный фонд уже давно написал, что зелёный курс увеличивает риск, что будет менее, сказать, неравность увеличивает Да, неравность увеличивает в обществе, значит, это должна быть уже целенаправленная политика. Иногда сама суть политики, она уже уменьшает и увеличивает неравность, поэтому не всегда надо сначала делать политики, потом думать, как это решать социальные проблемы. Это надо сразу понимать и делать как комплексно. Вот это то, что, по-моему, необходимо всё-таки как-то привыкнуть и понять, что мы должны думать на более большом масштабе. Пока внешняя политика, внутренняя политика ЛАТО и очень много работает на устранение проблем, созданных индивидуальным прошлым. Ну, в принципе, весь зелёный курс в планетарных масштабах это устранение ошибок, допущенных в прошлом или устранение накопленного вот этого комка проблем. Но в то же самое время, опять же, будучи вполне согласным с вашими рассуждениями, я не могу не привести в пример следующее наблюдение. Тот же самый европейский зелёный курс, он постановил своей целью отказаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Одновременно мы и только что несколько минут назад мы говорили о том, что дополнительные электрические мощности, которые требуются, они то ли не были посчитаны в нужном объёме, ну, не хватает этой самой электроэнергии. И с ростом, точнее, не наоборот, рост продаж электромобилей даже в нашей Латвии обгоняет количество станций заправки. То есть, автомобилей этих электрических становится всё больше, а станций, где подзарядиться, так много нет. То есть, налицо отставание. В чём тогда получается проблема? Действительно, недостаточное планирование. Или, опять же, вы несколько раз сказали, что всё это долгосрочно проявится, просто, ну, условно, нужно потерпеть, и лет через пять, через десять всё выровняется, и мы увидим вот эти вот значительные и положительные изменения. Терпеть и выровняться можно только тогда, когда эта политика есть, если она присутствует. Поэтому просто так ждать чего-нибудь, это именно то, чего не надо делать. По отношению к электротранспорту, я думаю, что это как раз одна из тех частей зелёного курса, где бежать впереди и других нет никакого смысла, потому что те, которые сейчас покупают электротранспорт, они фактически платят за развитие технологий. Я совершенно уверен, что электротранспорт станет гораздо дешевле, чем машина стоит сейчас, это и вопрос и уровня производства, и уровня технологий, поэтому сейчас покупают электротранспорт в основном богатые люди. Богатые люди обычно живут в частных домах, и у них заправка у самих как сказать на стене. Поэтому говорить, что у нас уже создана проблема, это чрезмерное преувеличение, но то, что Латвэнерго имеет свой план установок станций, это очень хорошо, это показывает, что энергетическая компания понимает эти вопросы близкого будущего. Второй вопрос, конечно, это насколько, если говорить, что число машин, которых очень мало, не соцсетет, число заправок, я думаю, число заправок бензиновых, если мы особенно еще посчитаем, что каждый у себя обычный дом заправляет, то у нас уже сейчас баланс сильно в хорошую сторону, но нам надо еще думать о вопросе, как вообще решать мобильность, необходимо продолжать то, что в городах все ездят на машинах, даже если это транспорт, возможно, все-таки для всех дешевле и удобнее, если мы наконец делаем нормальный, качественный общественный транспорт, поэтому эти вопросы они это часто одна из ошибок, если смотреть на устойчивое развитие, это пытаться сегодняшние как элементы быта или экономики просто делать на декарбонизации, как бы придумывать, как это сделать по зеленому курсу, но не меняя вот этих повадок, не меняя то, что мы привыкли делать. Я думаю, что надо понимать, что все-таки изменение мобильности, они это более большая проблема, чем просто придумать, на чем я буду ездить, на какой машине, потому что возможно ответ, если ты живешь в городе, тебе, ну, ты берешь машину с кошаринга, у тебя вообще возможно нет необходимости в частной машине, это изменение образа жизни, которое произойдет более такое долгое время, некоторым это, я думаю, будет, сейчас с сегодняшнего понимания кажется, очень неудобно, потому что мы выйдем просто заполненный троллейбус или автобус, и думаю, мы этого не хотим, но мы можем посмотреть, как в других городах это сделано, это может быть совсем по-другому. вот это именно вопрос, если возможность достижения консенсусов между людьми о другом понимании, о другом мышлении, я думаю, что это более правильный путь, чем просто говорить, думать, как сегодняшний быть, переделать на более зеленый, потому что это всегда ответ, это дорого, но это не всегда правильный ответ. Благородность этих рассуждений и борьбы за углеродную нейтральность выражается в том числе в квотах на выбросы на СО2, она превратилась в международную торговлю этими самыми квотами, и, в общем-то, хорошая идея, в общем-то, снизошла до торгово-рыночных отношений, в которых Европа может оказаться вообще проигравших и потерять конкурентоспособность. На ваш взгляд, вот этот механизм торговли квотами, насколько он реально помог снизить выбросы, особенно в тех регионах, в которых это нужно было сделать в первую очередь? Любой механизм работает так, как он установлен. Например, если что-то работает по одним принципам, нельзя от него требовать что-то другого. Я думаю, что механизм будет меняться и развиваться, об этом уже заявила Европейская комиссия. и ... Продолжение следует...